Здравствуйте, меня зовут Александра Паснова, я рада приветствовать вас на моем канале Закоренела Цветочник. Сегодня я покажу вам, как правильно сажать фаленопсисы. Ну, либо, может быть, это не совсем правильно, но так как я делаю это дома со своими орхидеями. Это один из способов заодно размножения орхидеи. Он не единственный. Как еще размножаются орхидеи, будет отдельный ролик. Сегодня мы посмотрим, что делать, когда фаленопсисы дают деток. Если вы не видели предыдущие ролики про фаленопсисы, обязательно посмотрите, они уже вышли на моем канале. Итак, приступим. Когда фаленопсис у нас отцвел и у него остался зеленый цветонос, я вам уговорила, что мы его не обрезаем. С вероятностью 90 процентов на этом цветоносе появляются новые цветочные стрелки и он заново цветет. Но бывает вот такое чудо природы, когда он решает, что ему пора размножиться и выдают на цветоносе детку. Мы ждем, пока у этой детки будет достаточное количество корней, чтобы мы могли ее пересадить. Дальше, что мы делаем? Мы берем цветочную стрелку, находим ближайшую здоровую почку и по диагонали над этой почкой делаем срез. Таким образом у нас с вероятностью достаточно большой из этой почки вырастет новая стрелочка и заодно вот здесь я увидела не обрезанный пару предыдущих цветоносов. Так, материнское растение мы убираем и здесь я не буду убирать вот эту вот цветочную стрелку, поскольку оно растению даст устойчивость в горшке, когда мы будем его сажать. Идем дальше. Вот эта орхидея нас решила порадовать аж целыми двумя детьми. Делаем то же самое. Находим под, видите, здесь был на конце, то есть здесь на конце цветочной стрелы вырос маленький фленопсис, здесь он вырос посерединке. Находим ближайшую цветочную почку, по диагонали прямо над ней делаем надрез и таким образом забираем себе ребенка. И я бы срезала аккуратно, только аккуратно, чтобы не поранить малыша, вот эту верхнюю часть цветочной стрелы. Итак, у нас орхидейка номер два. Здесь мы проделываем то же самое, здесь вообще очень близко цветочная почка. Будем надеяться, что материнское растение в ближайшее время зацветет. И последняя орхидейка. Все то же самое. Почка, делаем над ней надрез и ждем, когда она даст нам новых деток, либо новой цветочной стрелки. У нас с вами четыре маленькие фленопсиса, которые я сейчас буду сажать. Сразу оговорюсь, что я сажаю их в стеклянный кашпо, который предназначен для орхидей. Это не совсем в чистом виде кашпо для фленопсиса. В прошлом видео я показывала, в чем именно отличие. Покажу на всякий случай еще раз. То есть вот это классическое кашпо для орхидей, когда у нас есть такой выступ и в горшках, вы видите, тоже есть такая выемка. Соответственно, она встает хорошо на этот выступ и корник. Таким образом этот выступ обволакивает. И это правильно для хорошего развития роста цветка. У меня цветов много, поэтому я предпочитаю саживать как можно больше растений в один горшок, чтобы они занимали как можно больше места и как можно больше расцветок было представлено на подоконнике. Здесь у меня две емкости с корой. Эта кора остается при пересадке покупных орхидей. Также можно приобрести в магазинах кору сосны. Она правда идет такими крупными кусочками, вы ее просто ломаете помельче. И вот здесь у меня мох сфагнум и частично мох, который я собирала в лесу, он просто немножко подвысох. Таким образом я делаю несколько слоев. Можно положить на дно дренаж, можно положить вермикулит, в принципе, чтобы они забирали лишнюю влагу, поскольку это кашпо и отверстия в нем нет. То есть мы кладем слой коры, потом мы кладем слой мха. Я люблю, вот видите, лесной мох, когда в нем палочки, веточки. То есть это придает листики, такой какой-то колорит. Потом мы снова кладем кору. И мы уже сейчас будем в эту кору, собственно, сажать. Здесь у меня немножко есть вермикулит в коре. Почему я добавляю вермикулит? Потому что он, во-первых, забирает излишки влаги, а во-вторых, он дает такую определенную рыхлость. Не люблю покупной грунт для орхидей, потому что там какие-то непонятные кусочки деревьев, похожие на ДСП. Мне это не очень нравится. Вот таким вот образом, так как они у нас на цветочных стрелочках, мы их сейчас укрепим. Здесь стрелочка короткая, поэтому будем просто укоренять его. Вот. Соответственно, мы располагаем орхидеи таким образом, чтобы листья их не перекрывали друг друга, чтобы каждому хватало цвета. И то, что корешки будут частично наружу, в этом нет ничего страшного. Вот таким образом мы их расположим. Более чем этой емкости, и в нем они просидят, ну, минимум лет пять, без пересадок, без обновления грунта, без каких-либо дополнительных телодвижений. Дальше мы сейчас эту корневую систему аккуратно уплотним махом. Так как в дикой природе, ну, скажем так, может быть, не совсем в дикой природе, а там, где родина орхидей, их приматывают просто леской к стволам деревьев, они прекрасно себя чувствуют, то не переживайте, что пустоты будут. Ничего страшного, наоборот, это возможность уберечь их от залива, скажем так. Очень часто спрашивают, вот все корни вылезли наружу, насколько это страшно, наверное, цветок пора пересаживать. Нет, ничего подобного. Это абсолютно естественное для него состояние. Ну, вот, собственно, наши четыре новых фаленопсиса отделились от матерей своих и пошли в свободное плавание. После того, как мы посадили, мы обязательно проливаем. Чем хороши стеклянные кашпы, тем, что когда мы проливаем, мы четко видим степень влажности, насколько хорошо у нас намочен грунт. Ну, вот, более чем, поскольку тут еще чуть-чуть. Сейчас у нас мох сухой, все сухое. Мы их только посадили, им нужно укореняться. Сразу видно, нет ли застоя воды. Вот эта вода, сейчас она впитается в ремикулиты и в мох. И через неделю я их полью, если увижу, что все, что тут внутри, оно высохло. Вот таким образом происходит размножение фаленопсисов. Повторюсь, это не единственный, но один из возможных способов. Надеюсь, видео было вам интересно, полезно. И задавайте вопросы в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить выход новых роликов про наших зеленых друзей. Спасибо, что были со мной, до новых встреч!